Всем привет, ребят, с вами канал Ставка.нет. Я бы хотел вам дать прогноз на 30-й тур секунды. Ну а перед началом данного видеоролика я бы хотел вас попросить подписаться на канал, потому что без подписки меня смотрят 86% человек. Это много. И как только мы набираем 50 подписчиков, так сразу же мы разыграем 5000 рублей между вами. А еще бы хотел напомнить, что спонсором данного видеоролика является BookMaker с контором LBET. Заходи в описание, забирай бонус до 19500 рублей новому игроку. Ну а мы начинаем. Сарагоза принимает у себя дома Мирандес и ставка на этот матч обе забьют даст коэффициентом 2-2. Огненный коэффициент, просто огненный. И немного мыслей по данному матчу. Турнирная таблица. Мы видим то, что Мирандес у нас идет на 9-м месте и имеет статус середняка. Сарагоза у нас на 17-м месте и буквально 2 места до зоны вылета. Что я хочу сказать? Почему я считаю, что обе забьют да? Потому что команды... Потому что, во-первых, Сарагоза играет дома. Она уже... Она из последних пяти встреч имеет у себя в активе одну победу дома, три проигрыша и одну ничью. То есть весьма плохая статистика. У Мирандеса не лучше, но он все равно идет повыше. Плюс в личных встречах у них всего лишь в двух из пяти последних игр было обе забьют да. И я сегодня считаю то, что команды... То, что сыграет фактор первого гола Мирандеса. Я думаю то, что аутсайдер по котировкам букмекера забьет. Потому что он все-таки идет выше и имеет более высокий стимул подниматься по тренерной таблице, нежели Сарагоз. Сарагоз сейчас главное не вылететь из секунды. Я думаю то, что Мирандеса забьет, ну а Сарагоза отыграется где-нибудь минуты на 60-70 и сыграют в 1-1. Потому что 1-1 это вполне типичный счет для Испании секунды. Потому что тут в каждом туре минимум по 2-3 ничьи есть. Поэтому 1-1 или 2-2. Я считаю то, что игра будет заряженной и можно взять Total 2-5 больше для рисковых игроков с коэффициентом 2-5. Но я лично считаю то, что в этом матче будет обе забьет с коэффициентом 2-2. Всем спасибо, всем пока. С вами был канал Ставка. Нет. Подписываемся и следим за обновлениями.